Божьего благословения Божьего армянина, он уже и есть христианин, но верующие христиане – это разные вещи. Я хочу вам сегодня рассказать немного о своей жизни, рассказать о том, что я была христианкой, но тем самым я не знала Бога. Когда мои родители водили меня в церковь, покупали свечи, зажигали их, и всего лишь произнося несколько слов, мы думали, что мы христиане, что мы самые-самые верующие. Но сегодня я вам хочу рассказать, что быть верующим и знать Бога – это совершенно разные вещи. Когда в 2002 году, когда моему сыну, который с рода был совершенно здоровым ребенком, поставили диагноз – опухоль горла. Из-за неправильного лечения врачей я встала на колени и начала рыдать. И думала, как я пойду домой, когда сын, открывая дверь, каждый раз смотрит на мое лицо. Ему было всего лишь три года. И говорит мне, «Мам, я умру». Поднимая руки вверх, я начала вызывать к Богу, «Пожалуйста, Бог, возьми моего ребенка, так что я больше не могу, не могу смотреть ему в глаза, не могу смотреть, как он ждет от меня жизни. Но я всего лишь мать. Я не всемогущий Бог». И знаете, в тот момент Бог со мной заговорил. Его первое слово было, «Когда мы оказываемся в трудных критических ситуациях, мы начинаем стучать в двери соседей, независимо от всего. Просим знакомых, близких помочь, кто сможет. Но мы забываем всемогущего Бога». «Который жив, который в каждую секунду с нами». Когда я возносила руки вверх, я почувствовала тепло, прикосновение рук к моим. И я поняла, что спасение есть. Когда Бог мне ответил, я просто потеряла дар речи, я не могла говорить. В тот момент Бог мне сказал, что «Я живой Бог, только вознеси руки вверх и говори со мной, я тебя слышу и выжжу». Когда я вернулась домой, тогда уже месяц моего сына показывали по всем каналам телевидения. И только пенсионеры звонили и говорили, «Дочка, я хочу 500 граммов из своей пенсии перечислить для твоего сына». Но никакой богатый олигарх, миллионер, никто не предлагал помощи. Когда я вернулась домой, расчетный счет для моего сына был в банке «Конверс». И даже пять секунд не было, как я зашла, даже и пяти секунд, посмотрев на мое лицо, в каком состоянии я была, все уже знали ответ, что никто не предъявил желания нам помочь. Спустя пять секунд зазвонил телефон. И менеджер банка сказал мне, что не поверите, что произошло, госпожа Эльмира. Из США одна женщина увидела вашего сына по телевизору и перечислила на ваш счет 5000 долларов. Спустя всего лишь пять секунд после встречи с Богом. С этого дня моя жизнь изменилась. С этого дня все в моей жизни переменилось. Когда я приехала в США с Божьей помощью и благословением, все денежные средства собрались копейка в копейку, и я своего сына привезла в США. Всю собравшую сумму мы оплатили больнице. Моего сына оперировали. Когда доктор вышел после операции, он мне сказал, что моему сыну предстоит еще очень большой путь. И его ждут много операций. Но я на тот раз даже 25 центов не имела при себе. Когда я, потеряв себя, ответила, что доктор, у меня ничего нет. Я не могу оплатить следующую операцию. Он мне ответил. Бог, показывал так пальцем, заложил мне на сердце, что я должен позаботиться о твоем сыне. И до сих пор, 15 лет, я живу тут. Я не олигарх, я не богатая, я ничего не имею за 15 лет. Но я имею великого Бога. Я иду по очень каменистой дороге. Каждый Божий день, каждую Божью секунду, я прославляю Божье имя. Много людей меня не понимают, смотря на мою жизнь. Думаю, за что она прославляет Бога? Посмотрите на ее жизнь, на ее прожитую жизнь. За что? Потому что я имею самого богатого, великого, могущего Бога. Сегодня моему сыну 19 лет. Мой сын еще проходит через этот темный тоннель. Но я знаю, что еще придет этот день, когда мы увидим этот свет. До сегодняшнего дня у моего сына уже было 165 операций. Еще проходим этот путь. Многие врачи в США не верят, что как так этот мальчик может жить с такой опухолью. Божьи дела никто не может судить. Мы не судьи. Бог знает. Когда Иисус со своими учениками отправился в Назарет, и там сидел слепой человек, ученики спросили, «Учитель, кто совершил грех, мать или отец, что этот человек слепым родился?» И что ответил Иисус? «Не мать, не отец. Это во славу моего отца». Субтитры сделал DimaTorzok